Я специалист живописи, более того, я вообще ничего не понимаю, у меня стихия другая, это, скажем, музыка, литература, поэзия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас есть общий знакомый Павел Трофимович Тюрин. Он давний участник наших гуманитарных семинаров, ПСХ, если вы слышали, и плюс ко всему автор альманаха, который издается по этим семинарам. Так вот, один альманах был посвящен классике, классикам латвийской живописи и лирической живописи, и каю свя латвийц. И один из классиков был как раз господин Димитрес. И вот некоторые из представленных работ были опубликованы в нашем альманах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошими комментариями самого Павла Трофимовича. Поскольку мы учились вместе, ну, в одном курсе, мы вместе, естественно, конечно. И поэтому эту живопись я утромил. Плюс ко всему еще как-то на ночи музеев, в художественном музее, Макклос-музеевском. В нижнем зале была большая экспозиция. Вот, поэтому я выслушил свое крайне дилетанское и грубое клиническое мнение. И с удовольствием буду внимать более ценным замечаниям. И если буду отвечать на мой вопрос, мне же лучше никогда не поздно получить. Вот эти вот были спички, я прекрасно помню, был спички и занавес вот с этой вот самой щеткой занавеса. А где она? А вот там, да? Просто когда на бумаге в альманахе, конечно, там не видят эти размеры, сами все-таки понимают, идентифицировать их с живыми уже не так просто. Вот там были спички только одни, а здесь их много. И так сразу понятно, что автор использует приемчик, на который, вы простите, заширку он подсел, в общем движении, да, подсел, и вот теперь хочет удивить зрительно, чем-то необычно, и такие будоражные, вроде щекотки. Вот эти вот полотна у них представляется именно так обороны. Вечка такая вот, может быть, даже с оттенком натурализма, что, простите, уже, конечно, не так интересно, и, мне кажется, просто рассчитана на вкус, ну, не совсем изысканно, если натурализмам хотят какие-то вещи, какими-то вещами удивить. Прошу прощения, Юрий Свет. Вот. Это в противоположность тем, технически интересным, на мой взгляд, работам, вроде бы, обыкновенным. Там город будет даже кровать, и кровать нужно оторваться. Ну, в виде головы от варенья, это смазка. Возьмите. Ну, не важно, какая разница, просто когда я не позернился, это непонятно или так, в этом отношении я не чувствую ни коренной, ни душой, ни всеми остальными органами, чем я могу понимать живопись. Вот тот угол совершенно отличается, за который, Господа, я понимаю, все могут быть свидетельцы. То есть, Юрий, зато вопрос, а вы же прекрасно понимаете, что это мир, и что это рассчитано на внешний эффект, на ажиотаж, на что-то не отличное, оригинальное, отличающее вас от остальных. Но ведь это ведь, собственно говоря, не собственная жизнь, это же как-то уже что-то другое. Вот, собственно, и вся моя дилетантская реплика, я на этом скромно умолчаю, даю возможность высказаться. Прокурорская речь, свое задание. Извините, сейчас художник будет отвечать. Да. Или его адвокат. Или адвокат. Не сдадите, а то у меня бумага кончилась. Я тебе дам. Микросон. Микросон. Так, может, пока художник думает адвокат, можно словечко замолвать? Ну, я тоже не специалист в живопись, поэтому тоже высказывали свое дилетантское мнение. Я как раз наоборот хотел бы защитить этот и натурализм, и то, что вы видите. Потому что, видишь, Алексей Николаевич, дорогой, уважаемый, вот, упрек в натурализме, в внешнем приемчике, в эпатаже, с таким же успехом можно же адресовать и тебе. Поскольку категоризм, резкое отрицание, можно точно так же воспроизводить, так же, когда ты отрицаешь натурализм или когда ты отрицаешь дуализм и мифологическое мышление, ты тоже самое работаешь на эффект, на внешний прием и так далее. Ну, это, понятно, идет для учительного категориста, ну, в принципе... Я не знаю, почему здесь живопись, господин Димир, в конце концов. Ну, это не просто прием, но это как раз как-то рассматривается с другой стороны, или же, может быть, как раз достоинство. Я считаю, что проблема современного искусства часто состоит в том, что искусство начинает выполнять функции, не характерные для него. А именно, если художник начинает пытаться донести никому, зрителю непонятными средствами какую-то сверхидею, и начинает заниматься философией, то искусство перестает быть искусством. А ведь давайте вспомним, что все-таки искусство, оно имеет эстетические функции, оно должно быть понятно и должно доставлять удовольствие. Поэтому вот здесь, да, это, конечно, плакатное искусство. И что здесь прекрасно выражаются определенные идеи. Они и радуют, и из-за одного заставляют улыбнуться. Кстати, между прочим, да, вот эта идея со спичками, конечно, она уже давно, как я напоминаю, в интернете видел. Первый раз я видел эти спички еще в музее, в августе когда-то, да? И, кстати, это замечательная идея, ведь вы смотрите, а как еще сказать, выразить идею любви, когда, вот, что такое любовь? Любовь – это горение. Вот давайте поговорим о содержании, о чем только форме. Если любовь – горение, и нормальная любовь тогда, когда оба горят. Вот они и горят. Ну да, вот они все и сгорают. Они сгорают. В любви же и надо сгорать. А есть, что ты не сгораешь, только какая-то любовь. А вот мы бы поспорили, вот тут уже два человека. Конечно, да, конечно, да, хватит вместе с ними. Ну, то есть, Миша, посмотрите, ирогамира, например. Да прекрасная идея, я в прошлый раз уже разбирал. Вот, вот она женская мягкость, вот она, вот бакландистая гитара, жесткое мужское начало. И вот смотрите, два начала, нет даже разделений между собой на разных островах. Они сливаются мужское, женское, нету земля, твердое, мягкое, так далее, так далее. Ну, здесь, пожалуйста, вот, пожалуйста, и хотите видеть идеи, они здесь есть. Но почему идея должна каждый раз быть выражена так, чтобы никто ничего не понял? А давайте мы посмотрим и порадуемся. А вот здесь смотришь и все понимаешь. И тут прекрасно. Вот более понятие, более понятие. Это же дело вкуса. Хорошо. А вот, 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 как-то здесь понять. Почему здесь они все на Мадонус на Мадонус? Руина. Опять же, это же, между прочим, не просто начинать здесь, а ведь здесь художник сам скажет, это конкретная ссылка на конкретных художников, когда это не как-то. Вот сейчас я могу вспомнить, но вот эти руины, они же где-то видно. Тогда вы можете, конечно, подумайте, спросить, а ведь даже у нас обе идеи, ребята. Давайте думать, радоваться, что идея понятна. Вот-вот. Поэтому я радуюсь тому, что я вижу, я вижу здесь идеи, и я получаю эстетическое удовольствие. Каждому слову. Спасибо, Господи. Поубедил. Ну и теперь в качестве судьи господин Ватолин, который умеет свое дело. Как пишет Александр Сергеевич Пушкин в финале одного стихотворения, «Судья сказал, чтобы не было разбрата, жените молодца, хоть девка виновата». Значит, ну я попробую как-то вот закруглить эту квазидискуссию указанием на то, что творчество Юриса Димитерса, оно невероятно актуально и невероятно замечательно тем, что здесь не только эмоции, но здесь и мысль. Вот очень редко, когда художник не иллюстрирует, а именно выражает некоторую мысль и состояние пути. Вот мне кажется, к числу таких художников относятся Юрия Димитерс и Ольга Ксении. Ну что это значит, здесь мы видим прием? А что есть человек, как не сумма приемов? Или, как говорил Лаусы, мешок со старыми вещами, мы можем сказать приемами. Ну, конечно же, совокупность приемов, но все возникает в соотношении. Ну вот, например... Это значит цитаты из классической живописи, которая, с одной стороны, конечно же, живопись, но, с другой стороны, повествование о судьбе империи, идей, мыслительных эпох, и на фоне нее сгоревшие спички. Ну, конечно же, сгоревшие. При этом, сама, вот, уровень сгорания, может быть, что это? По-третьему их страсти... ...после... Ну вот, такое состояние, в котором мы находимся. причем, вот, на этих работах, мне кажется, что... Утраченного времени, вот этого мгновения, маэстро скажет, туда или не туда, я движусь, рассматривая эти работы. И самая главная, мне кажется, ключевая работа представленной экспозиции, это вот парка кока-колы, вспоминается суп-капер и букет из малых голландцев, где там один цветочек подвял, там червячок его подъел, то есть момента море. Вот пусть распустится тысяча цветов, тысяча гривенов, цитаты из классики, вставленную банку из фото кока-колы. И может быть мы тогда поймем, в какой эпохе мы оказались. Юрис Диммерс нам предлагает подумать и вставляет нам это очень жестко и недвусмысленно, безо всякой размытости в своих работах. Вот такой мой вердикт. Браво. А вы раздались, да, ты отпущенный зал? Мне очень интересно, конечно, потому что я первый раз вижу такое, ну, серьезное обсуждение моих работ. Но с другой стороны, есть такое, ну, выражение, когда дилетанты говорят, музы молчат. Ну, все-таки вы сказали, что вы дилетанты. Конечно. Про искусство, да? Ну, это с другой стороны. И потом насчет философии у меня ближе вот этот Маркс сказал и Ленин, что в философии перед Искайдро пасал, пасал я парвейду. Это Маркс. Это Маркс. Это Маркс. Если философы... Одиннадцатый, да. Ну, Роман. Философы до сих пор объясняют мир, наша задача его изменить. Ну, вот, я все-таки ближе к этому, потому что я делаю новый мир. Я все-таки делаю новые вещи, которые, ну, стараюсь хоть немножко что-то сделать. Вы более такой, ну, платонический подход к этому миру. Так что, ну... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!